Хай, Накокот, на связи Накот. И да, я сделал клон Флейфи Бёрд. Давайте все вместе! Стой, стойте, не закрывайте это видео, в этой истории правда, будет много интересного. По крайней мере, я на это надеюсь. А еще, вы только посмотрите на этих цветных птичек, они ведь такие миленькие и ламповые, правда? Так, отлично, я вас отвлек. Теперь присаживайтесь и заваривайте себе печеньки, перейдем к теме. Да, прям так сразу. После выхода предыдущего видео, мне дико захотелось делать и делать игры. И скажу я вам, данное чувство у меня впервые. И в общем, идеей для игры послужил один мой старенький концептик, который я когда-то давным-давно рисовал в Adobe Illustri. От самой идеи, тут были разве что стили графики и, собственно, идеи с персонажами-питомцами. Недолго думая, от плана с созданием чего-то по типу Тамагочи, поздравляю, если вы еще помните, что это такое, я сразу же бескомпромиссно отказался, так как посчитал, что для меня это может быть сложно. Да и в будущих проектах полученные навыки навряд ли пригодятся. А вот концепт о создании гиперфазуалки, что не покидал мою голову будто бы с самого начала, оказался очень даже подходящим для этой игры. Так уж вышло, что под описание геймплея с питомцами мне на ум приходят только мультяшные птички. И так получилось, что пока я их рисовал, я и вспомнил про старую добрую Flappy Bird. Да, хоть это и банально, но я все же решил взять на себя эту большую ответственность с создания клона. Так как нельзя просто взять и скопировать оригинальную игру помимо осуществления основных механик, я подумал добавить выбор и покупку скинов, несколько мелочей и разные приколы с монетизацией. А как же без этого? Сделать что-то по типу, реклама после каждой энной смерти и получение вознаграждения за ее просмотр. Если что, все это раньше я никогда не пробовал делать. Итак, закончив рисование графики, я сразу же залетел в юнку и на этот раз подумал ради эксперимента использовать более новую версию. И на самом деле в будущем вы узнаете, как это решение меня подвело. Но давайте продолжим. Импортировав атласы спрайтов, я по-быстрому настроил проект, а именно подправил встроенную физику и сменил ориентацию. На портрет. И да, игру мы кстати делаем на мобилке. Собрав основную сцену, я перешел к кодингу. Для начала я сделал C-Sharp скрипт для прыжка персонажа, и в будущем он постоянно мною так или иначе переделывался. Так, например, вместо метода GetImpulse я перешел на GetAxis, а еще вместо рандомного нажатия на экран для вызова метода я придумал использовать большую невидимую кнопку. А вот для движения и спауна препятствий, которые будут лететь в сторону игрока, я использовал свои наработки из предыдущего готового проекта. 2D раннера Огонек, который мы вместе с подписчицей сделали в одном из предыдущих видео. Если что, можете глянуть. В общем, суть состоит тут в том, что мы берем готовый префаб наших труп, и каждые несколько секунд спавним его на одной и той же точке по иксу, и на одной рандомной по игреку. Если что, для этого мы используем метод Random Range. Уже в другом скрипте мы двигаем эти блоки влево, и когда они выходят за пределы камеры, мы их можем спокойно удалять, чтобы не перегружали нам сцену. В скрипте игрока мы пишем, что если он касается коллизии объекта с тегом Enemy, то есть наших блоков, то тогда мы останавливаем время. И делаем активно и заранее подготовленную панель экрана проигрыша. Изначально для этой игры я хотел сделать локализацию, то есть чтобы был перевод на русский и английский языки, но из-за возникших проблем с движком мне, к сожалению, пришлось от этого отказаться. После создания основы проекта я быстро или не очень добавил возможность ставить игру на паузу, а также реализовал счет очков и, самое главное, записи рекорда. Также основной механикой для создания интереса у игрока послужила идея с конвертацией накопленных очков в монеты, которые мы могли бы сразу же тратить на покупку скинчиков. Если вы новичок, то чтобы делать сохранение информации в игре, используйте функцию PlayerPrefs. Позже я сделал новую сцену с главным меню и одну дополнительную, стартовую, уж очень мне понравилось то, как это смотрелось в раннем концепте. А теперь, куда же без звуков? Для этого проекта я отдельно написал в FL Studio простенькую лоу-фай композицию и для красоты добавил на задний фон звук дождя и пение птиц. Вроде как получилось неплохо, можете даже послушать. Теперь же на первой сцене, а именно в моем случае стартовой, создаем обязательно, независимый ни от кого, то есть недочерний объект, а то не будет работать с компонентом, аудиолистнером или соусером. И пишем для него небольшой скрипт с методом Awake, чтобы при переходе между сценами музыка оставалась играть. Разумеется, нам нужны еще и звуки. Их можно сгенерировать в бесплатном SFXR. Отлично, подходит для создания простеньких игрушек. Дополнительно на экране настроек я добавил ссылки на мои социальные сети. Да-да, подписывайтесь. И под конец настроил анимацию для всех птичек. Делал я ее, как вы знаете из моих других видео, в бесплатной программе Dragon Bones. Кстати, скоро по нему будет еще один небольшой гайд. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Реализацию покупки и смены скинов оказалось делать не так уж и трудно, но пришлось изрядно пошевелить мозгами. И теперь, когда уже почти вся игра была сделана, я добавляю рекламу от Unity Ads. И после настройки которой мой проект успешно просто перестал билдиться. Выдавая одну критическую ошибку за другой. Вроде бы дело тут было с недоустановленными SDK, но попробовав, как обычно, скачать их из Android Studio, проблема у меня так и не пропадала. В итоге мне пришлось откатиться на более старую версию движка. Что, к счастью, отчасти исправило ошибку. То есть игра без проблем билдилась, но теперь отказала работать локализация. Как я узнал, это из-за того, что она предназначалась для более новой версии. И правда, мне было обидно, но внимание, спасибо за внимание. Теперь, наконец, спустя чуть больше двух недель разработки, игра была полностью доделанной. Мне кажется, получилось очень прикольно. И может даже не хуже оригинала? Сделав пару скриншотиков и записав простенький трейлер, я отправил проект на проверку в Google Play. И на данный момент она все еще ее проходит. Но когда она выйдет в релиз, будьте уверены, я вам обязательно об этом напишу в YouTube сообществе. Так что ждите. А теперь спасибо за просмотр. Тут был Некот. В будущем, уж простите за этот раз, обязательно будут более оригинальные игры. Уж не сомневайтесь. Удачи, не болейте и не прощаемся. Отзынь-двин-двин-двин.